Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, что же нужно знать перед тем, как обучаться на Android разработчика. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы сделать небольшое объявление. Дело в том, что у меня на курсе Android разработчик осталось два свободных места. Как таковых мест нет, но существуют объемы, в которых я могу обучать потенциальных учеников. И у меня, по моим силам, осталось еще два места. И очень многие мне писали, чтобы я сделал скидку, примерно установил цену в районе 3-4 тысяч рублей. Так вот, у меня есть два места, и я могу вам предложить записаться на курс со скидкой 50%, то есть за 3 тысячи рублей, даже больше, чем за 50%. Для такой записи доступны только два места, и они доступны до понедельника. Хотя я думаю, что, скорее всего, я эту запись закрою уже сегодня вечером. Потому что, скорее всего, намного быстрее люди запишутся, потому что было много желающих. Так, если вы хотите обучаться на Android разработчика, то можете записаться на курс по скидке. Больше, чем 50%, потому что так стоит 7 тысяч рублей, а так он будет стоить 3 тысячи рублей. То есть, очень выгодно, это сразу за весь курс, ничего больше доплачивать не надо. Это именно премиальный пакет с обратной связью. А теперь давайте поговорим про тематику сегодняшнего видео. Перед тем, как вы думаете стать Android разработчиком, нужно в первую очередь задуматься о том, зачем вам все это нужно. То есть, что вы хотите делать? Вы хотите иметь профессию, позарабатывать хорошие деньги и быть актуальным? Вы хотите создавать свои продукты и зарабатывать на своих проектах? Либо вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке? Исходя из того, какой вам путь ближе, вы можете выбрать, в первых, и стратегию своего обучения и понимать, как вам двигаться дальше. Потому что, если вы хотите трудоустроиться, то просто нужно открыть несколько десятков вакансий на Android разработчика и посмотреть, что требуется Android разработчику. И просто изучить все эти технологии и отточить эти все технологии на практике и создать хотя бы один свой проект. Этого будет вполне достаточно. Если вы хотите создать свое приложение, начинать создавать свои приложения, у вас должна быть идея. Вы должны найти классную идею. Опять же, в одном из предыдущих видео я рассказывал, как выбирается идея и как она проверяется. По-моему, даже на позапрошлом видео я это показывал. И все, что вам нужно сделать, это сесть, понять, что вам нужно для разработки своего первого приложения. И изучить только эти технологии поверхностно, в том объеме, который позволит вам разрабатывать свои продукты. Если же вы хотите стать, открыть соубизнес и заниматься заказной разработкой, то этот путь очень похож на первый путь, когда вы хотите куда-то трудоустроиться. Тоже открываете вакансии и смотрите, что необходимо для разработчика Android приложений. И просто изучаете все эти технологии, оттачиваете на практике. Тут уже нужно больше, чем один проект, потому что вам нужно свое портфолио. Без портфолио вы не получите заказ. Но это такой чисто практический жизненный прием. Опять же, как нужно понять, стоит вам становиться Android-разработчиками или нет. Вам нужно понять и разобраться в себе. Это такой психологический момент. Что вам нравится именно в разработке? Что вам нравится? Вам нравится копаться в коде? Либо вам нравится творить, делать что-то творческое, создавать какие-то классные приложения. Что вам больше нравится? Если вам нравится копаться в коде, то однозначно нужно идти по ступени трудоустройства или заказной разработки и именно в этих направлениях уже смотреть. Если вам нравится создавать творчество, создавать свои продукты, то в первую очередь нужно посмотреть на направление создания своих приложений, а уж потом на трудоустройство. Потому что это идеальный подход. Кроме того, вам нужно понять, на какой платформе вы хотите разрабатывать. Есть Android, есть iOS, есть также Web. Что вы хотите разрабатывать? Вы хотите разрабатывать какие-то популярные информационные ресурсы, которые очень сильно популярны и очень востребованы. Тогда вам нужно идти в Web. Но тут нужно понимать, вы хотите просто делать информационные ресурсы или делать классные сервисы, которые будут полезны людям. Потому что к сайтам сейчас относятся очень так однобоко. Ну, сайт и сайт. Сайт нужен для того, чтобы просто предоставить информацию. И 90% бизнеса, и 90% потребностей, которые есть у бизнеса, могут удовлетворить просто сайт на конструкторах. Хотя WordPress не является конструктором, это CMS-система, но все равно 90% потребностей бизнеса могут удовлетворить готовые решения типа WordPress, типа Tilda и вот этого всего. То есть, как бы особо программировать, да и не нужно. И вы редко найдете клиента на Web, которому нужно что-то запрограммировать. Потому что, как правило, такие люди идут в большие компании, и там уже что-то заказывают, где есть команда разработчиков. Собственно, вам нужно понимать, что вы хотите. Вы хотите какую-то популярную, востребованную профессию, и все равно что делать, пусть это будет не очень интересно. Но, возможно, вам нужно обратить внимание на Web. Либо вы хотите заниматься какими-то интересными вещами, которые очень востребованы, но на которых намного меньше конкуренция, и они немного сложнее, чем Web, то тогда нужно смотреть мобильную разработку. Там две платформы, Android и iOS. Как выбрать? Да, ну, собственно, первый критерий. То, чем вы пользуетесь. Да, если и даже не то, чем вы пользуетесь, Android или iOS. Нет, даже не так нужно смотреть, потому что я знаю многих Android-разработчиков, которые пользуются исключительно айфонами. Во-первых, нужно посмотреть на ваш компьютер. У вас MacBook есть, хотя бы начиная с чипа M1, хотя бы с MacBook Air. Если нету современных MacBook, то вам в iOS дорога заказана, потому что вы туда не пройдете, потому что вам нужен хотя бы MacBook Air, хотя бы на чипе M1, чтобы нормально разрабатывать, чтобы у вас была современная версия, актуальная версия программы Xcode, собственно, на которой можно разрабатывать. Но в целом, в целом, iOS-разработку изучить гораздо легче, чем Android-разработку, потому что многие вещи в iOS-разработке автоматизированы, которые не автоматизированы в Android-разработке. Но при этом в Android-разработку легче зайти и побольше вакансий, чем в iOS-разработке, особенно в России в нынешнее время, хотя, казалось бы, iOS-разработки вообще не будет. Но она остается, но тем не менее, Android-разработчиков требуется примерно в 2 раза больше. Ну и конкуренция примерно в 1,5 раза больше. То есть, ну, с другой стороны, если вы заканчиваете курс у меня, то вы вне конкуренции, потому что вы будете обладать знаниями, опытами, навыками, которыми не обладают многие люди уровня middle. А вы на выпуске уже будете обладать этими знаниями и даже сверху будете еще в бэкэнде разбираться. Поэтому тут, в смысле, вы выдержите любую конкуренцию. Далее, когда вы определились с платформой, вам нужна Android-разработка, вам нравится разрабатывать приложения, вы хотите... Вы не определились путем, да, вы либо хотите свои продукты иметь, проект иметь и также трудоустроиться. Вы, в принципе, поняли, куда вам шагать, уже собрали какой-то roadmap, который вы хотите изучить. Да, roadmap, roadmap – это список технологий, которые нужны для определенной профессии. В данном случае Android-разработчик. И далее вам нужно выбрать, какой язык изучать, язык программирования. Потому что нужно начать с языка программирования и знать, что он, в принципе, подойдет на фундаментальном уровне, без глубокого копания, потому что вы там просто-напросто застрянете. И раньше этот вопрос стоял остро, Java или Kotlin. Сейчас уже жизнь, опыт, практика расставили все по своим местам. И сейчас, конечно же, Kotlin нужно знать. Java вам понадобится на уровне ближе к синеру, когда вам нужно в некоторых внутренних сетях платформы разбираться. Сейчас, для того, чтобы стартануть, вам нужен Kotlin. Собственно, тут все понятно. Дальше идет вопрос XML или Compose, новый подход. Я скажу так, я вам скажу так, Compose сейчас на хайпе, но при этом XML – проверенный классический способ. И полноценно сейчас используется XML, и Compose еще не в том состоянии, чтобы его все тянули в коммерческие проекты. Некие находятся стартапы, но на то это и стартапы, что они не всегда серьезные. Но если будет выбор, кого взять на ту же работу. Человек, который знает XML и имеет проекты на XML, или человека, который знает Compose и имеет свои проекты Compose, но не разбирается в XML-подходе, возьму человека, который знает XML. Потому что, зная XML, Compose изучить намного легче и проще. И это можно сделать просто на тех же выходных. Я вообще советую, когда вы изучаете Android-разработку, углубиться именно в XML, а если есть свободное время и желание изучить Compose. Либо Compose изучить уже после того, как вы уже все изучите и будете даже, наверное, уже работать или создавать свои продукты. И тогда можно уже Compose доучить, потому что это делается очень легко. Но, зная XML, вы Compose просто как орешки будете щелкать. И просто сейчас нужно понимать, что даже когда Compose будет использоваться, в ближайшее время, в ближайшие 5 лет, будут переписываться приложения на тот же Compose. И нужны будут люди, которые разбираются в XML. А если вы не разбираетесь в XML, вы ничего не перепишете. Поэтому, зная один Compose, вы далеко не уедете. Возможно, вы будете в каких-то стартапах участвовать, но на то это стартапы, что это не серьезный опыт. Поэтому однозначно нужно изучать XML и углубляться в этот подход. И, соответственно, нужно понимать, что задать себе еще вопрос, что же должен уметь Android-разработчик. Android-разработчик, как любой программист, должен уметь работать с данными. То есть, что это значит? То есть, значит, что он должен представлять об источнике данных, либо самостоятельно создавать этот источник данных в виде том же базы данных на сервере. Кстати говоря, мои ученики, они владеют. У нас на втором месяце есть полноценная неделя, где мы изучаем работу с сервером и как этот сервер взаимодействует с Android-приложением. Мы, я обучаю именно создавать, мы заводим каждый хостинг, создаем на хостинге базу данных в MySQL, пишем к этой базе данных на сервере PHP-запросы, и потом со всеми этими данными работаем в Android-приложении через библиотеку Retrofit. Поэтому Android-разработчик должен разбираться в сервере, в том же бэкэнде. Кроме того, он должен уметь получать данные, нужно в определенной степени менять эти данные и работать с этими данными по системе CRUD. То есть, что это такое? Уметь создавать источник данных, уметь обновлять этот источник данных, уметь получать данные из этого источника, уметь получать данные по определенным параметрам, то есть фильтрация, и уметь удалять один, одну строку из источника данных, один какой-то объект, и уметь очищать свой источник данных, то есть полноценная работа с базами данных. И собственно он должен предоставлять пользователю обработанные данные То есть по факту Android разработчик должен уметь работать с данными И должен владеть UI, то есть внешним оформлением своего мобильного приложения То есть построением интерфейса Где искать информацию про Android разработку? Самый лучший вариант, если вы придете на тот же мой курс Либо на любой другой курс, но за другие курсы не могу вам ответить Потому что очень мало вообще курсов по Android разработке А качественных может там раз, два, три, да и обчелся И они все выше 100 тысяч стоят И они все на иностранных платформах, не на российских А если вы хотите самостоятельно обучиться То нужно смотреть в первую очередь на Google А именно искать статьи по интересующим вам темам на английском языке Срок давности, которых не больше полтора года Либо смотреть на YouTube Но YouTube я не очень люблю, потому что в плане обучения Потому что по статьям учиться намного быстрее Вы видите сразу код, можете сразу разобраться В нем в YouTube все затянуто, не всегда даже есть источники под видео Поэтому не очень удобно Поэтому я сторонник именно англоязычных статей Также вы должны учиться исправлять баги Если у вас вылетает приложение, нужно подход аналитика Сюда, если вы не можете понять, почему у вас выскакивает приложение Самый простой подход, подход аналитика То есть что вы делаете? Вы берете в том участке, где у вас запускается какой-то экран, какой-то activity У вас происходит вылет мобильного приложения Что вам делать? Вам нужно закомментировать весь, максимально весь имеющийся код До того состояния, когда пустой была activity Допустим, у вас выходит этот экран и больше ничего не вылетает Вы поэтапно начинаете раскомментировать строки На том этапе, где вы раскомментируете строку И у вас произойдет вылет, там ошибка, там нужно искать, в чем проблема Так что обратите на этот стил тоже особое внимание И самое главное быть не машинистом, не кодером, а именно программистом Нужно научиться думать как программист Перед тем, нужно вам реализовать какую-то фичу, какой-то функционал Вам нужно взять, не постесняйтесь, возьмите по старой версии По старомодному способу Возьмите бумагу с листочка И напишите, что вот отсюда схематично у вас должно сюда приходить Отсюда должны быть данные здесь, здесь должно все обновляться И вы должны, маленький функционал, допустим, при нажатии по кнопке Даже не так, смотрите, допустим, у вас карточка Допустим, вы делаете мобильное приложение для магазина У вас карточка товаров На этой карточке есть кнопочка Добавить в корзину И добавить товар в избранное Добавить товар в сравнение Если, допустим, есть товар в сравнение в избранном или в корзине То изображается одна иконка Если этих товаров нет, то отображаются другие иконки. Вам нужно прописать, да, сюда нажимаем, здесь обновляется, сюда возвращаем текущее состояние, здесь состояние обновляется, здесь перерисовывается. То есть, нужны такие стрелки, схемы чертить, и вы можете, и вы даже не удивляетесь, что, допустим, на уровне, когда вы только начинаете, что написание такого функционала у вас может занять неделю, а то и несколько дней. Когда у вас будет хотя бы опыта один год, вы это сделаете за один день. Но когда у вас нет опыта, вы только начинаете, обучаетесь, не удивляйтесь, что у вас займет неделю. И самое главное, не нервничать. Самое главное, не нервничать, держать себя в полном спокойствии, знать время, когда вы отдыхаете, потому что очень часто, особенно когда обучаетесь, вы будете искать ответы на свои вопросы, решение каких-то практических задач в своем мобильном приложении очень долго. У меня был даже один случай, когда я обучался работе с базой данных MySQL, работа с сервером и получение этих данных в базу данных на устройстве. И у меня с базой данных не получалось получить все данные. И я эту проблему решал один месяц. В итоге я там докопался почти до всего, кроме одного штычка. У меня один штрих не получался там. Я просто взял платную консультацию у иностранного программиста. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что вся работа разработчика состоит из того, что у вас что-то будет получаться, но вы будете это решать. И абсолютно правильный подход такой. Да, я это не знаю, с этим я еще не сталкивался, но мне нужно время, а я разберусь. Это самый главный подход. Когда вы будете обучаться и нервничать, всегда вспоминайте об этом подходе. Ничего страшного, что не получается. Я посижу, но я разберусь и в дальнейшем буду знать, как это работает. В целом это все, что я вам хотел рассказать. Вы перед тем, как стать андроид-разработчиком, проработайте эти вопросы, посмотрите, проанализируйте их для себя. Если вас все устраивает, то вы можете прийти ко мне на обучение. Ссылка на курс есть под видео. И если вы хотите по выгодным условиям записаться на курс, то скидочка больше чем 50%. За 3000 рублей можете записаться ко мне на курс. Ну а на сегодня... Да, до понедельника записаться, потому что в понедельник я скидку уберу. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok